Специалисты говорят, видимо, мы все рано успели расслабиться, убрали с полок санитайзеры и сняли защитные маски. Ковид уходил ненадолго. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Татарстане и в ряде других регионов России фиксируют случаи заболевших. В Москве открывают ковид госпитали. Усложняет ситуацию и новый штамп перола, который имеет 10 мутаций и отличается своей высокой кортигиозностью, то есть заразностью. Работу ковидного госпиталя в Сокольниках Москвы возобновили на всякий случай. Подготовка резервных коек плановая. Ковид давно дал понять, что играет исключительно по своим правилам, поэтому готовыми нужно быть ко всему, отвечают специалисты. Говоря о новом штамме, вирусологи уверены, рост и подъем заболеваний, конечно, ожидаем. Перола заразы, но поможет избежать тяжелых последствий созданная в стране иммунная прослойка. И у коронавируса нет возможности распространяться, как в первые годы пандемии. Честно говоря, я не жду какой-то сверхбольшой опасности от героев, даже если мы его выявим. Просто потому, что уже сформировалась хорошая иммунная прослойка, и у коронавируса просто нет возможности так распространяться, как он это делал в свое время. Кроме того, я хочу сказать, что он прекрасно будет появляться диагностическими тестами, ВЦР-тестами, потому что они, как правило, нацелены найти участки генома, которые практически не меняются. В Ингушетии, как и во многих регионах России, ковид продолжает появляться единичными случаями. В Роспотребнадзоре говорят, что у всех заболевших симптомы респираторных вирусных заболеваний. Все больные находятся на лечении дома. Болезнь у них протекает в легкой форме. На сегодняшний день у нас в Республике Ингушетия тоже стали регистрироваться случаи ковид. Если у нас на протяжении нескольких месяцев вообще случаев ковид не было, сейчас у нас с прошлой недели единичные случаи ковид стали регистрироваться. Но у нас регистрируется на сегодняшний день штамм омикрона. Но мы знаем, что сейчас в связи с началом осеннего периода начали расти случаи заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. В России с положительными тестами с 4 сентября госпитализированы почти 2000 россиян. Что касается нового штамма, в нашей стране он пока не зарегистрирован. Известны случаи в Европе. В Роспотребнадзоре говорят, что в Ингушетии благодаря большому опыту лечения ковида есть все возможности бороться с инфекцией, даже в случае возникновения резкого всплеска. Если будет этот штамм у нас выявляться, то в нашей стране есть тест-системы, которые определяют этот вирус. Помимо этого есть все лекарственные препараты, которые необходимы, и тем более обновленные вакцины, которые сейчас, они тоже будут действовать против данного штамма. Но штамм перола, он, говорят, более агрессивный, и он имеет 30 мутаций, и более тяжелое течение может быть. На сегодняшний день просто хотелось бы сказать, что в связи с наступлением холодного времени года необходимо привиться сейчас против сезонного гриппа. Вакцины очень эффективны у нас в республике, есть сови-грипп, есть ультрекс-квадри вакцина, как детская, так и взрослая. Сегодня во всей стране участились случаи заражения гриппом, а симптомы ковида очень схожи с простудными вирусными заболеваниями. Медики призывают жителей республики не заниматься самолечением, и в случае первых признаков незамедлительно вызвать на дом врача и обратиться за медицинской помощью. Для того, чтобы идентифицировать и диагностировать этот вирус, необходимо обратиться к врачу. Врач, в свою очередь, проведет осмотр, выслушает пациента, проведет диагностику, то есть направит на лабораторные исследования и выставит диагноз. Вирус опасен тем, что он имеет тяжелые осложнения. Это надо иметь в виду. Частились случаи обращения по поводу республикальных заболеваний. Люди жалуются на повышение температуры, боль в мышцах, боль в теле, кашель. Чаще кашель сухой, потом переходит во влажный. Особенно опасен и коронавирус, и грипп людям с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Медики просят вакцинироваться. Тем более отечественные препараты доказывают своей эффективностью, что обеспечивают защиту. Рина Сычоева, Сулейман Костоев, Новости 24.